всем доброго времени суток всем привет приготовим сегодня квашеную капусту пелюску нам понадобится капуста самый поздний сорт в этой капусте 3 килограмма капуста называется слава берем капусту вот такую вот разрезаем на несколько частей капусте нам понадобится свекла штук 5-6 вот таких штучек я положу 600 700 грамм на 3 килограмма капусты 3 лаврового листочка хватит достаточно будет чесночок штук 9-10 хороших перец черный штук 30 на 3 килограмма и душистый перчик 5-6 штучек то есть на рассол у нас пойдет на литр воды 50 грамм соли у меня 150 грамм соли и 60 грамм сахара а точнее на литр воды 50 грамм соли и 20 грамм сахара у меня будет 3 литра воды значит 150 соли и 60 грамм сахара вода у меня обычная простая бутылированная можете закипятить и остудить вода должна быть холодной соль и сахар заранее растворяем в воде чтобы растворилась и оставляем в стороночку этим временем займемся мы капустой свеклой например все порежем нарежем а соль и сахар растает капусту будем делить на несколько частей сперва мы разделим ее на четыре части а потом уже каждый кусочек еще будем делить на три или четыре частей как получится в общем если мы меньше головка капусты то достаточно например на 8 поделить у меня качан капусты большой я разделю где-то частей на 12 поделила пополам а теперь есть еще раз пополам и стараемся резать по кочерыжки чтобы она не распалась а там как вам угодно хоть на кубики хоть на квадратики просто пилюска означает листы но от этого вкус не изменится я пробовала и квадратиками солить поверьте кусками вкус один и тот же делю теперь один вот эту четвертую часть делю еще на три части вот таким вот образом аккуратненько не спеша главное чтобы было в руках хороший нож острый как у меня самура в общем вот так поделили ну я так оставлю ничего больше не отрезаю я кочерыжку не удаляю потому что кочерыжку мы тоже любим съедать она очень вкусная когда когда она будет уже квашеная еще раз аккуратненько режем ровно по кочерыжке нож ставим главное кочерыжку правильно разрезать а там уже все как по маслу пойдет и так делю еще на два кусочка с одной четвертинки и получается у меня будет всего 12 кусков аккуратненько разрезаем вот так конечно не так легко уж так это сделать но если аккуратно все получится все вот такие кусочки будем мы его так вот и классить и так капусту мы подготовили у меня вышло как я и сказала 12 в таких вот кусков теперь порежем свеклу свеклу я еще почистила 4 таких вот свеколки то есть грамм 650 у меня точно нарезаю просто тоненько слайсами или мелко как хотите главное потоньше нарежьте так у вас будет больше соку отдаст свекла и ярче капуста получится вот так тоненько нарезаю вот и все чеснок просто раздавим можете порезать я просто его раздавлю вот так вот и еще как еще свеклу нарезали очень яркая свекла у меня еще получилась одна большая какая-то сорт другой наверное в общем чем больше свеклы тем она ярче будет у вас капуста теперь слоями перекладываем я уже камера отключилась выложили свеклу потом капусту потом опять свеклу опять капусту чесночок естественно не забываем хороших перец душистый лаврушку добавляем и так все слоя мы выкладываем вот так это уже так добавляем чесночок и свеклу вот так и мы будем ее заливать водой вернее рассолом и оставлять не на 5 через пять дней она будет готова я рецепт обязательно оставлю под видео в описании а еще под видео в описании есть ссылочка на наш семейный канал заходите и подписывайтесь ну что заливаем теперь воду размешиваем соль сахар убедились что все растворили еще литр воды обязательно сейчас я долью мне два литра все заливаем нашу капусту можно оставить и так например 2 литра только соли добавьте 100 грамм тогда сах и сахар аж и 40 грамм вот эти вот грязная соли осталось мы и выливаем можно только придавить сильно чем-нибудь какой-то пресс поставить но я все таки делаю так доливаю еще литр воды то есть на литр воды у нас получилось 50 грамм в соли я посыпала соли 150 грамм то есть на 3 литра с расчета на литр воды 50 грамм соли повторяюсь все вот видите чтоб капуста хорошо у нас утонила в рассол сверху ставим опять же тарелочку накрываем чтобы груз небольшой был такой вот придавила капусту вот так вот сверху литровую баночку с водой мы поставим небольшой такой груз и все будем оставлять теперь на 5 дней чтобы наша капуста квасилась вот так каждый день будем подходить тарелку как бы прижимать чтобы воздух выходил газ вернее просто тарелку будем прижимать посильнее она будет булькаться вода все оставляем на 5 дней когда рассол пустит еще капуста сок мы банку уберем будет еще соку пустит капуста будет больше рассола все прошли у меня до вечера несколько часов капуста пустила сок я банку убираю в стороночке и оставляю на 5 суточек прошли три сутки вода видите покраснела свекла свой сок отдала вот так вот подхожу и вот так вот каждый раз тарелочку шевелю ну что ж прошло еще время у меня свекла дала свой сок весь полностью совсем никакая стала капусточка стала яркая красивая вот такая сегодня пока 4 сутки завтра уже капуста моя будет готова даже на вкус уже пробую капуста уже хорошая так что вы тоже пробуйте если вам нравится например через 4 сутки капуста можете убирать прохладное место я же все-таки еще оставлю на сутки чтобы она стояла 5-7 дней до 5 до 7 дней можно чтобы оставлять его так вот прошло 5 суток капуста моя готова рассослал яркий малиновый капуста тоже такой красивый яркий цвет приобрела подаем на стол закрываем кастрюлю крышкой обязательно и выносим прохладное место в погреб либо в холодильник всем спасибо за комментарии за лайки за ваши добрые пожелания а м и и и и и а и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok